Так как я человек новый в этой сфере, всего лишь месяц отработал, есть ряд вопросов, которые я хотел бы обсудить в составе нашей комиссии. Добавлены дополнительные мероприятия. Это ремонт дворовых территорий, подчеркну, асфальтирование мероприятий, комплексное благоустройство дворовых территорий, субсидий из бюджета Московской области в размере 29 миллионов рублей. Мы ее тоже должны с вами включить в муниципальную программу, так как она в программе Московской области есть, в бюджете есть, она должна быть у нас в муниципальной. Ну и финансирование из бюджета Московской области. Это из бюджета Московской области, просто комиссия должна это внести. Это на старший период 10 этой программы, получается, 19-20. Так, небольшая просьба на будущее. Мы как развераемся с самым комиссией, хотелось бы, чтобы у всех была повестка, выслана заранее. Мы с ней ознакомились, потому что я ее получил только благодаря Константину, который... Где он взял? Где он взял? Ну, меня спросил, он скинуть. Да, ну вот Костя мне сбросил. Я жду, я жду, я жду. Я жду, я жду, я жду, я, сотрудники администрации, но... Еще хочу заявить одно, что... Готовится. А самая основная задача, по которой мы сегодня собрались, это вот то, что я сейчас озвучил первым этапом. Ну, да. Все, да, все остальное имеет, собственно говоря, практически рекомендательный характер. Не более того. Ну, давайте я попомню, да, то есть первым, дальше, получается, да, мы только за, чтобы... Ну, конечно, мы не против. Распал, что у нас был административный ремонт, я бы был, да, присутствовал. Смотрите, эти 29 миллионов не имеют конкретной адресации сейчас, в настоящий момент. Они не за какими дворами не заразпалены, никуда не направлены, они есть у нас там в программе. Они есть там, и мы должны ее у себя внести в муниципальную программу. Вопрос в том, что будем мы эти брать 29 миллионов, не будем, я не знаю. Да, я не знаю. Может быть, мы от них откажемся и не будем брать, потому что мы их не освоим. Да. Но они, так как они есть в программе Московской области, мы должны их отразить у себя в муниципальную программу. Все. А дальше мы разберемся, будем мы с ними работать, не будем. Мы должны освоить достаточно серьезный пирог, который сейчас есть. И если у нас дыхание на все это остальное, я потом... Валерий Леонидович, а если мы сейчас, Сергей, возьмите, возьмите, а если получится, что мы, например, сейчас не освоим эти деньги? Такие вот эти? 29, да, вот эти 160, у нас, скажем так, нам проект Московской области на следующий год не откажет? Не знаю, не исключаю. Да, скажите, в прошлом году не освоили, что у нас все нужно давать? Не исключаю. Ну, я бы исходил бы из РОО, что нужно для того, чтобы успеть обриходовать и отработать деньги? Южные ресурсы нужны, как минимум, подготовка необходимых документов, определение объектов, которые необходимо отремонтировать. То есть нужно провести целую работу. Вот скажите, у нас существует бюджетное все, мы его сможем особо до конца года или нет? Свой контракт, конечно, мы отработаем. Скажите, у всех задач, я думаю, чтобы мы по округу не решили. Не решили. Но еще не забывайте, что к этим деньгам нам нужно найти деньги в своем бюджете. Не сфинансирование. Да, сфинансирование. Это не всегда. У нас вообще по постановлению 30,3%. 30,3%. Что это нам нужно еще где-то найти с вами 10 миллионов. Это тоже не совсем сфинансирование. Так что это будет все зависеть от экономии бюджета, я имею в виду с контракта при закупке. И там уже будут делать какие-то выводы. В настоящем моменте пока, я не знаю. Сам Георгич, 10 миллионов еще найти можно? Нет. Поэтому... Неоткуда снимать уже всего. Имеем сладкое предложение 29 миллионов, смотрим на него, и когда находим еще 10 и куда, и тогда начинаем реализовывать. Но мне кажется, что в этом году вряд ли мы сможем эту историю... Ну, слушай, предложение у меня такое путь в жизни, а там уже действуют и от наших возможностей. Сергей Владимирович, насчет 29 миллионов вполне понятна ситуация. Переходим дальше. Список адресов, он находится в настоящий момент в перечне территории благоустройства, дворовых территорий, в настоящий момент, в котором ведется конкурсная процедура. После того, как конкурсная процедура изыграется и, надеюсь, появится подрядчик, они должны будут выполнить устройство данных площадок, на которые губернаторская программа вот эта реализуется в размере 39 миллионов, с которых 38,610 наши и 399 тысяч из местного бюджета по устройству действует очень. Нет, это отличная программа, она, кстати, всегда исполнялась практически на 100% качественно, так что тут однозначно. Хорошо. Ален, прокомментируйте это на что? Это у нас был ремонт пешеходных дорожек, перераспределение финансирования на мероприятие 4.9, выполнение работы по благоустройству общественных территорий и пространств. То есть 15 миллионов, которые были запланированы, были перенесены на увеличение мероприятий, выполнение работы по благоустройству общественных территорий. Это у нас парк по адресу Павловск-Слобода, также проходил и через Совет депутатов, и через комиссии. Дальше парк город Дедовск, улица Гагарина, такая же процедура прошла. И сквер по адресу, который мы вначале обсудили, это что же предначально нужно делать. Все понятно. Я просто не думаю, что я тоже... Я не могу цифру эту прокомментировать, или можно, или... Ну, было перераспределение между другими муниципальными программами, в том числе программы образования, программы ЖКП. Ну, то есть убавили деньги, да? Ну, здесь сняли, добавили, допустим, программы образования. Ясно. Ну, она первоначально, исходя из каких-то конкретных объемов работы... Почему такое решение, если у нас не может... Значит, что убрали, почему именно это убрали? Уменьшили муниципальные программы? Не, не знаю, возможно. Ну, что нам, уменьшили? Уменьшили, значит, что-то где-то не будет сделано. А почему выбор такой? Нет, основание твоей истории, конечно. Ну, это уже... Анатолий Владимирович об этом спрашивает. Бюджетные дела, это точно к нашей комиссии вряд ли имеет прямое отношение. Надо поинтересоваться в бюджете, почему для распределения таких средств. Мы сейчас, я еще раз говорю, что мы по факту принимаем в существующий момент. То есть мы переносим это в нашу муниципальную программу. А пересопределение бюджета к нам, к нашей комиссии, вообще никакого отношения не имеет. Мы, собственно говоря, получаем из Совета депутатов рекомендацию к принятию в муниципальную программу поправки. Мы их принимаем. Либо нам тогда нужно приходить на Совет депутатов и отставить эту позицию, почему мы ее хотим повернуть. Сейчас мы только вот так руками помашем, а толк, ничего. Мы принимаем. Это через Совет депутатов. Не нами предпонятно. Нет, я попросить, пожалуйста, Валерий Владимирович, совершенно не в претензию. Но все-таки хотелось бы в этой ситуации разбираться. А вы первый вопрос задаете представителю отдела благоустройства, откуда у меня повестка. Зачем я тогда в этой комиссии присутствую? Хотя я как раз заинтересован в этом адекватно и спокойно разобраться. То есть я вот сейчас не знаю, допустим, если у меня будут сотрудники ДОТХи Бимара, я много с кем в округе общаюсь, задавать вопросы. Константин Борисович, а вы не знаете, почему нам сократили финансирование? Я же не найду, что им ответить. И понятно, что это история уже. Прекомендовать нужно обратиться в Совет депутатов. И потом... Это уже принято решение на Совет депутатов. Это нужно обращаться не в Совет депутатов. Они выносят уже, как бы сказать, предложение своей, откуда чего снимается. Мы смотрим и утверждаем. И потом... С этими согласны. Ну, этот факт уже утвержден. Правильно ли, Царь? Конечно. Мы сейчас говорим о том, внести программу. Мы же решения сами не принимаем. Прекомендовать решение не вносить. Здесь, а уже Совет депутатов принимает решение, что это сам называется. Утвердить или не вводить. И потом отрицание в отношении того, что вот... Я против того, что вам дали повестку дня. Нет, абсолютно. Просто в моем сегодняшнем представлении и объеме работы, которые я хотел провести, это только касался вопрос сквера. Все остальное, простите, так получилось, что вы проинформированы. Теперь, поэтому я сижу тут краснею и пытаюсь отбиться. Потому что я, откровенно говоря, не совсем готов по всем вопросам проработать. Потому что я сказал, ряд вопросов были приняты до моего назначения. И я сейчас, собственно говоря, практически... Нет, я же отметил, что это не претензия. Просто мы исключительно в процессе заседания. Дальше идем. И узнает повестку. Давайте дальше. По инициативе Министерства благоустройства должен быть разработан пятилетний план благоустройства общественных территорий и пространств. Соответственно, с 2019 по 2024 год. Ну, 2019 у нас уже определенные планы есть, поэтому наши рабочие будут 2024. Ну, мы уже конкурсные процедуры играем. То есть тех обсуждателей, скажем, вчерашний доказатель. То есть пятилетний план с 2019 по 2024 год. Да. Соответственно, нам необходимо на основании предложений наших жителей определить некие перечни общественных территорий, запланированных благоустройства до 2024 года. В пятницу, на этой неделе, мы планируем провести так называемые очные общественные обсуждения уже с жителями. К этому дню подготовим адресный перечень общественных территорий, которые мы вынесем на обсуждение. И те территории, которые у нас наберут наибольшее количество голосов по итогам анкетирования опросов, они у нас будут поданы на Министерство благоустройства для рассмотрения заявки на включение пост программы. Значит, вопрос понятен и задача понятна. Вопрос, только не нарушаем мы порядок и регламент проведения общественных обсуждений, которые, я понимаю, раз прописаны в уставе Совета депутатов. Нам нужно отдать публикацию, это раз. Мы говорим об общественных обсуждениях или о публичных обсуждениях? Нет, по уставу общественной палаты городского круга ИСТР общественное обсуждение в праве проводить общественная палата, общественные организации. То есть, в принципе, не важно. И внутриклама в праве, может, меня быть, комментируют? Нет, нет, нет. Нет, здесь важно, не важно, кто проводит. Нет, сам регламент, это обещение. Если является уровнем местного управления, это проведение в промежутом уставе. Другой ситуации, 15 дней, 30 дней, ставим их. Люди просто не успеют узнать. Нет, я не об этом. У нас четкий порядок прописан. Если проводят общественные обсуждения, сколько публичные слушания, органы местного управления... У нас немножко не такая ситуация, но мы... У нас, во-первых, муниципальная общественная комиссия, которая утверждена постановлением главы городского округа, к ней приложен регламент. В регламенте прописано, что мы можем информировать о муниципальных общественных обсуждениях не позднее одного дня доз их проведения. Но уже неправильно. Согласны, как мы можем... Кто такой главный, что я подготовил интерес? К сожалению, перед нами министерство тоже ставит определенную... Ну, мы в газе министерства нашу информацию, и каждый может... Мы можем возможность привести эту информацию, никак не сможем. Дмитрий Владимирович, я в лесу маленькую поясню, да? У нас получается, что это рекомендовано, да? Рекомендовано, но не, скажем так, утверждено. Да. И есть устав абсолютно прав, Сергей Владимирович, который утвержден. И если мы говорим там об общественных, сколько публичных слушаний, то это 15 дней и все остальное прочее. Иначе вы не можете просто им статус. Понимаете, вы за один день можете информировать о совещании себя. Вот вы собрались, за один день проинформировали. Ваши комиссии. Но публичные, именно общественные слушания, должны быть соблюдены именно регламентом. Именно регламентом, который устав... 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 Алёна, давайте так посмотрим устав городского правительства на предмет общественных обсуждений. И в случае, если там действительно такие есть сроки, значит, мы сделаем поправки соответствующие и приведем это в соответствующую сторону. Вопрос, я бы с вами не помнил. Альзан Георгиевич, а есть положение, утвержденное Советом Депутатов, о проведении публичных слушаний? А, по-моему, людей публичных, и общественных, конечно же? Да, есть положение. Оно должно быть в каждом муниципалитете. Вот, в принципе, это тоже нормативный документ, который мы должны руководствоваться. Поэтому, чтобы потом нам самим же шишек не набить, не на грабли, не наступать каждый раз. То есть... Мы же не хотим сказать, что это плохо. Мы хотим сказать, что это плохо. Я лишь только что все сказал, поэтому, что ты говоришь-то, время-то... Нет, а что, юридическое управление существует в администрации? Они же как бы не хотят это рассматривать, или что? За четыре дня нам дают, давайте пятилетку сделаем. Ребятушки, ну, как бы, чудес-то не бывает. Продолжение следует...